Сейчас зона ледяного дождя уходит на восток от Москвы, оставив за собой сломанные деревья, помятые машины и оборванные электрические провода. Полевая кухня появилась подмосковным видная как раз к обеду. Помочь гражданским решила ближайшая воинская часть. Ещё вчера утром эти дома сначала остались без света, потом пропало тепло. Плиту большинство электрические, так что впервые за сутки эти люди получили горячую кашу и кипяток. Водички холодненько лотнём и дальше яблочко съедим. А дети вообще без еды. Дома у них размороженные холодильники. Только вот яйца остались, но и фрукты, их нельзя на мороз. И свечи, которые больше коптят, чем дают свет. Вот свечки практически все сгорели, уже ничего не осталось. Это же не первое. Ну и готовить тоже тяжело, конечно, ребёнок, он засоплил даже с этой ночью. Ледяной дождь в выходные лишил электричества почти полмиллиона человек. До сих пор без света в трёх областях Центральной России, Московской, Смоленской, Тверской, остаются десятки тысяч человек. По состоянию на 7 часов вечера в Подмосковье без энергоснабжения остаются 19 районов. И для того, чтобы не допустить новых отключений, в третьи сутки бригады спасателей валят деревья. Макушка этой берёзы угрожающе заваливалась на линию электропередачи. В одной только Москве за эти выходные спилино почти 5000 деревьев. По тяжести толстого льда часть из них уже успела упасть в один момент, обесточив сотни домов. Часть из них уже успели вернуть электричество. Теперь энергетики обещают решить проблему остальных. На данный момент без электроснабжения остаётся ещё чуть более 50 тысяч жителей Подмосковья. Напомню, что вчера в это же время без электроснабжения оставалось более 200 тысяч жителей Подмосковья. Таким образом, можно констатировать, что наметилась положительная динамика в восстановлении системы электроснабжения Московской области. В Москве из обрывов контактной сети друг за другом останавливаются троллейбусы и трамваи. На 27 маршрутах городские власти вынуждены были заменить их автобусами. Тех же, чем машины пострадали от свалившихся деревьев, страховые компании успокаивают. За стихийные бедствия обещают компенсации. Противогололёдными реагентами посыпали даже тротуары. Но это не спасло москвичей и гостей столицы от падений. Они вынуждены были обратиться в травму пункты. Это различные травмы. Это удар головой, сотрясение головного мозга. Это перелом нижних конечностей, перелом верхних конечностей. Просто ушибы мягких тканей. В общем, 56 человек обратилось. Это очень много за два дня. Вслед за аэропортами едва не остановилась железная дорога. Некоторые пассажирские составы опаздывали на 18 часов. Это было, конечно, исключение. Но прибыть вовремя по расписанию не удавалось никому. Я врубался свет по дороге с утра. Одна фаза работает, другая фаза не работает. Вот так. Застрявшие на подступах к Москве, электропоезда пришлось вытягивать тепловозами. А на смену пригородным электричкам пустили дизельные. Они хоть тихо, но всё-таки достигают цели. Скорость передвижения и манёвренность электропоездов намного выше, нежели дизельпоездов. Но, к сожалению, когда есть такие ситуации, пассажиру всё равно надо ехать и везти. На двух федеральных трассах из-за гололёда застряли сотни большегрузных машин. Фуры буксуют и не могут сдвинуться с места. Пробка, начавшаяся в соседней Башкире, растянулась до Самарской области. На многие километры остановилось движение в Нижегородской области. Сам областной центр завалило снегом настолько, что жители домов в прямом смысле вынуждены были откапывать свои дома из-под снега. На ликвидацию последствий стихии брошены все силы и средства. В Татарстане на расчистку снега мобилизовали даже военных в запасе. Восстановить подачу электричества во все дома специалисты рассчитывают в самое ближайшее время. Но Метеобюро предупреждает расслабляться рано. Такая погода, правда, без ледяного дождя сохранится ещё несколько дней. Мы видим, какие тяжёлые ветки, провода обледенели, поэтому любое усиление ветра – это, конечно, признак тревожный. Зато под Новый год синоптики обещают настоящую зиму без аномалий.